и так себе с вами добга и мы продолжаем играть в нормальный мод абсолютно нормальный правитель абсолютно без обмодов в общем-то все как обычно а еще если вдруг не подписано подписывайтесь уже продолжаем нашу абсолютно нормальную партию верно поехали что я могу сказать наши дивизии подъезжают берегам брит они новой британии то есть канады и по-моему мы сможем сейчас высадится здесь до порта потихоньку берется раз уже можно на дивизии перепросить сюда чтобы расширить здесь побольше фронт там что-то капитулирует тем временем ближнем востоке нам это не сильно интересно жив что же упал нам это тоже не сильно интересно данный момент или факс взят отлично теперь вся наша армия может отправляться вот сюда эти же дивизии будут сейчас удерживать здесь позиции объявлены войну на рейх сфере забыл я поставить фронт здесь вроде как проблем это никаких не вызывает по моему так что нормально а здесь тоже осталось совсем чуть-чуть во франции тут успешное наступление на ближнем востоке тоже как сюда дают наши дивизии а франция вот уже и капнула кстати говоря это в изгнании возвращаются просто досталось какие-то капельки различные австралии господи австралия вступила стала великой державой придется еще австралию тема как как-то капнуть все говоря по потерям у нас огромные огромные нанесенные потери врагу но наши собственно и крайне низкие это прекрасная не думаю на это скорее всего повлияли городки вот эти вот танки в дивизиях да и рак мы можем поделить давайте сделаем рак новый наверное да и здесь нападаем на грузе это момент алексе говоря происходит верно почти моментально нас правда не все призываются войну к сожалению но мы вручную можем это так сделать потом или переместить армии вот сюда и вручную напасть из территории которую мы все еще контролируем это вот так ну допустим очередная страна ближнего востока отправляется наш стальпакт и по глифакс и доезжают наши прекрасные дивизии можно планировать наступление и в принципе сразу его и начинать а вот мы победили грузию не на страшный противник и тут произошел какой-то троллинг и франция вышла из войны вот таким вот образом и стало просто я тут ребят не при делах ну допустим ладно но вообще при делах мы исправим потому-то несправедливость но давайте закончим сначала старым старом сигура австралазии видите периодически перестает быть великой державой и нам вообще можно ее в этот момент поймать но если клада мы будем контролировать в принципе а мы сможем об на все без капа австралазии что было бы для нас очень хорошим вариантом идут по приколу сломался фронт но давайте мы он здесь сломается или где нет все блоки вроде теперь нормально перед нормально входим в канаду и теперь можно сказать комиссариат кавказ давайте-ка игрируем здесь все что нам нужно было прекрасно теперь скандинавский вами тут еще немножко не добито норвегия часто бьем и сделаем вот и подъезжают танки в канаду не думаю ускорит продвижение еще больше здесь же по моему ну да среди сопротивления добивается и готовим мы плене еще на восток у нас тут потому что так сохраним важной территории продолжаем сделать железные дороги здесь есть еще фолькс комиссариат московья и мы им я думаю обязательно сейчас займемся это у нас проходится вода нам вот эти как раз такие решения на обмене на московии всем ребятам и все говоря казахам нет так что вот этому все и наверное и захватить часть крит давайте крит тоже все говоря захватим как и наверное мальты можно заняться и достанками стало пободрее тоже сейчас сюда делаем останется просто дойти до запада достаточной степени надо до копает очень быстро потери у нас все еще минимальны что давайте займемся вот эти вот ребятами с принципе единственно только тут не было плана в целом я думаю мы и без плана можно заходить там все еще нету их особо армии канада призывать всех войну женю матически это не делается во время решения что кстати можно было бы поменять и по крайней мере добавить вот эти страны если они существуют это можно уничтожить крит принципе нажать это сразу же без войну меня это устраивает и можно под сюда отправить армию житель любит шамар а это не наши ребята окей отправить армию разобраться еще с миттель африкой у нас есть для этого как раз свободные дивизии к отправляются из севера прямо в африку не идеальная ситуация скажем так для них до 100 акклиматизация холоду в африку скажем так и у них экскурсии в самые экстремальные территории даем здесь переводят на севере шлем в швецию финляндию а драги на рынке успела захватить обратно часть территорий а см разберемся с ним высказки здесь готовы начинаем их я думаю должны мы без проблем взять все территории здесь здесь накрыться все успешно сразу все четыре провинции занимаем здесь боже отлично нас это устраивает а вот начинает капать восток скобе уже здесь дальше каменецкая республика будет как все стыда едут позиция после чего мы сможем в принципе уже может сдать лес комиссариат московия теперь у нас открываются варианты захвата казахстана и тут других стран и это устроит так и еще страна капнула только тут нас фор скоро вообще мало то странно но допустим она конь коми не несколько вот это вот туда тоже воевала если мы можем почти все им и отдать потому что мы сейчас их тоже завоем объявили войну казахстану можно сразу не стесняться и бить войну всем истинным ханством почему бы блин и нет потому что теперь нам будет проще призвать вот это все к оружию я думаю намного проще давайте как уже все призываем тоже мы сами есть вы собираетесь наступать а здесь да и можем уже немножко расшириться нашу московию наших с комиссариат и немножко в скобочках подлагалаш ну нормально уж мы готовы теперь нападать на металяфрику давайте разберемся у нас еще и за уралом смотрите-ка тут тоже есть прикольно это мы все сделаем но давайте полняли союз металяфрика ваше время пришло нужно будет конечно же призвать а ну окей против и из суэца мы можем тупать здесь когда так вот объявляется война видите под багается немножко мало объявления войны но окей мы как сейчас можно тут продвигаться нормально ну конечно в африке у нас все тоже отлично явятся потихоньку помогает за будем завоевывать его забыть заняться даже еще лучше вопрос все решали что же продолжаем двигаться на восток нам нужно будет сделать наш так рождение нашу стену урала а вот и вот эти ребята тоже капнули они опять таки с кем-то по ходу воевали поэтому рскор не весь наш но тут придумаю и все заберем и на рынке наконец-таки полностью капнула и мы тоже себя полностью забираем и мы можем это выживать и солярные острова и расширить гиперборею в норвегии или нас вот такая вот здесь скандинавия еще забавный факт что у нас не только бы ну нет кнопки на напасть на уральское царство фактически вроде как вроде как нас есть там что делать то есть вода северный урал то есть нам нужно таких захватить давайте это сами и либо где может нам нужно захватить это давайте будем пробовать действовать так сказать по лору так можно выразиться а вот и доменен канада капнул наконец-таки добираемся к сигаре не всех идем кто-то решил отвалиться ну да да ребята решили отвалиться надо сейчас ими тоже позанимаемся ничего лучшим из вере чуть не стали окружены из того что я пропустил как здесь пошел фронт но в целом на здесь есть порты так что мы сейчас наоборот сами разберемся только вот тут очень смешно вот эта страна вышла из войны оставив себе вот эту пробку и таким образом мы не можем добить вот эту страну ну допустим этот факт а у нас новой англии никакой судьбы нету тем не менее кто ему тут войска для того чтобы синдикатами разобраться чем можем мексику поставить что мексика как вы помните тоже часть нашего стальпакта но пока туда не ставил ничего и добиваем мы вот всяких ханства я решил чистую вручную из дорожить всякие победные точки вроде как на этом завоевание в территории закончится ухива кстати говоря смотрите можем их это же на туркестанских похоронников скобочка которых и не было а здесь есть и и вернули мы все как было но появится так из выделие временно особенности нашего лидера но они должны быть доступны обычным людям что мы их убрали обратно посесть эти вариативные кнопку уничтожить мау-мау а поему-то за что вновь начинаем франции заниматься это мы уже не будем нажимать то что британия наша марионетка я еще и на так вот не будем и разобраться бы надо быть состоянии мира то есть надо сбегать казать кабанчиком австралию добить займемся я думаю можно уже обидеть войну здесь самим и не париться вам-то решение потому что решение по ходу особо нету может конечно после казахстана появится но ждать его еще одно расширение московии чуть побольше по моему господи трансабор забирает уральское царство она допустим на казахстан мы уже точно собрались себе у нас может быть решение так у нас есть решение на туранию раз мы давайте крутить судьбы то решим и потом туранию воно что мы нажали второе расширение на дне нажали первое видим там нужно какие-то отсюда территории и у нас нужно все-таки заниматься наверное будет трансамуром потому что без него никак я думаю просто наука бешну аку и на этом пойдем дальше вы или войну мы франции обычно никто в это не призвался и слава богу призвались теперь займемся еще снова франции и начинаем войну с трансамуром там еще япония за нее заходит но это уже до нас стандартный момент все растепенно ну кстати говоря тоже какие-то микро войны кстати она же еще индонезия можно из нее в теории высадится в австралии и честно говоря думаю мы доделаем вот эти вот комиссариат и комиссариат иудея let's go и на этом закончу потому что он объясняет говоря дальше нам как бы делать нечего мы и так слишком сильны я уже ничего давным-давно не строю как бы просто делаем хорошие границы и вот она финальное расширение московии и она готова полностью до уральских гор можно теперь сделать расширение иудеи это что но что-то расширили сигаря уже под миллион потери нанесли это ли африке у нее состояние интересное я бы так сказал а еще очень интересно то в каком среди наша армия потому что она просто разбросана везде у мне очень не нравится и нам бы как-то ее реорганизовать и начать заново наступление давайте что-то такое попробуем сделать что вижу что мы даже тебя 2 дивизии мудрить потерять наверное то есть наши самые большие потери данный момент ну давайте-ка все вернется на позиции она сейчас будем наступать ангольская империя остается из мертвых мне кажется мы сейчас ее законим обратно могилу а вот и высадка в австралию поехала решила все таки сделать что как говорится откладывать и вот эти ребята поедут ложь туда как только эти получатся порты пока и что здесь у нас у нас здесь 0 дивизий вражеских я такое более чем конечно же устроит они все перевезли вот сюда решили не прикрывать стуза ошибка очевидно фатальная услуга быть всегда придет ребята не допускайте таких ошибок он с веря можем урановые рудники бурить и получать ядерные реакторы допустим у тут еще и следовали кстати говоря она тут вот это исследовали верно из-за этого и мы до исследуем здесь уже и атомной бомбы и ракеты тоже начинаем следовать а вот и франция второй раз капнула в этот раз я думаю навсегда можем и теперь вот эту армию взять и перегнать на юг нас тут этими ребятами война все же продолжается надо бы имя по конкретней позаниматься я думаю что могу сказать наша армия прогрессирует на всех направлениях именно такое и ведь с германию и без и никаких инфартов такого никогда не случается в германии и наконец таки мы почти освободили всю африку остается тут самая малость а здесь японии мы просто начали жестко душить на море убивая x и говоря этим делом поддержку войны очень очень приятным образом для нас австралия тоже потихоньку капает по синдикалисты победили в америке вашей будет неловко если в этот же момент на них нападет германия до забавный факт а мы стали по не потерять уже 1.3 миллиона людей от них примерно только меньше 17000 между 33 тысяч точно при этом акции скрыть умеешь сердце может остальные максимум 17000 при этом не потеряли вот это все я подозреваю наверное конвоями тут скорее всего я не уверен но наверно потому что мы сомневаем еще конечно есть вариант что они здесь какие-то войска держит но я вроде здесь их не видел так что вроде нету а у астралии уже упал сидней и или сидней уже тут добиваем последних точки победные надеюсь скоро они капнут вроде как это еще не скоро но верим лучше а вот хотя говоря и объявление войны вот этим ребяткам поехали и да надо призвать на всех призвать вообще ну ладно призвали таким вот образом как я говорил будет немножко неловко если это произойдет бы мог подозревать о таком и до придется нам еще добивать еще новой зеландии потому что новая зеландия тоже часть австроблазии это но факт а вот и пола металь африка наконец-таки конечно с ней было долго все так что вот мы и высаживаемся в новой зеландии осталось всего лишь чуть-чуть тут конечно же братство евразии господи в общем-то разобраться с этим ребятам с говоря монголия присоединилась к японии сейчас не очень красиво получилось но допустим и конечно же америку но мы до супер быстро захватываем и так только тут какой-то тузовой у него против нас образом произошел воду там был именно со мне эти нью-йорк захватили не знаю говоря что-то там как будто они не захватили но это уже не следующая проблема сейчас я думаю так и так все добьем последняя попытка остановить наше вторжение новой зеландии скрывался флот пытался нас перехватить не получилось вот мы забираем себе последние здесь победные точки уже с ними но уже пора капать пока быть синдикатом а вот австралии нет видимо да или да здесь да у нее тут как бы на тысячу потерять лада 1 миллион сверяне потеряли какой-то manpower у них слишком большой хотя там уже конечно да все взрослой право службу все равно откуда-то они смогли миллион вооружить это уважение и вот они соединенные штаты америки про и тут мюррей ну допустим федеральное правительство держала победа гражданской войне ну да да так и было конец гражданской войны с сша да мы смогли ее окончить плаваном вот мы изобрели атомная бомба до этом моменте где-то стражданин японии снова это не наша проблема верно и готовим искушаю в саму японию как бы пара или получается наверно африку еще может там и остается но их реальных противников точно сер там нету осталось нам по факту одна япония тут какие-то еще мелочи которые мы уже не будем заниматься и поехала наша высадка в японию садом будут еще по моему одно армию до на запад отправили на всякий случай я думаю хватит и наверное и этой и наши танки подъезжают монголию добивать уже только немножко получше какой-то сделать план и в целом я думаю они здесь должны отлично справляться падение токио я даже забыл смотреть за ним но мы взяли токио прекрасно для нас ужасно для японцев жаль их конечно и добряков скобы их недобряков мы пожалуй оставим всю японию капитулировать и тепло им тут стратегические бомбировщики с одной единственной целью застребители сюда долетят всех получим грязь в воздухе говоря не сразу но получим и после этого сможем мы нанести так сказать визит хиросиму и в нагасаки по классике и было восстали в заднице так сказать классика японии жить и говно и венты при них помнил хотя немножко подзабыл надеялся что может не пропну но очевидно не всегда прокрут мы с ними сейчас разберемся и такая это большая проблема ну и пока мы разбирались с рыбалами уже ничего бомбить осталось из 2 может еще успеем не успели просто воздухе здесь такое себе из того что у меня тут все это все по разным аэродромом разлеталась но мы успеем да успеем отлично а чисто прощальный подарок и я потом капну нет компоненту а вот сюда наши девизии сейчас едут я думаю с ними и по не капнет а на этом принципе будет и все там еще 7 но пофиг на себя я не знаю такой страны нужно осталось тут опять-таки уже плевать на них мы добили японию сейчас добьем и на этом я буду считать что все окончено забираем здесь последней территории в корее тут еще кое-что тоже осталось тоже добьем я надеюсь она должна капнуть это япония просто корее тут еще должна территория поэтому да она держится из-за шизе чуть-чуть подольше и реально мне приходится чуть ли не каждую провинцию не захватить бы накапнула это очень много сделаем здесь иудею на урала приня что-то еще нам не хватает резко объединение нации весь муссолини допустим я тоже нажимал по моему что-то сломалось только что когда я хотел уже закончить все это сделать да что точно сломалась ладно я думаю на этом давайте подзавершим а мы главное что не сломалось все что мы здесь построили бы на этом пожалуй все порождение вышло любопытно здесь очень много крутых решений интересных хитов фокусов туда-сюда в общем то получилось достаточно насыщен что ребят с вами был дубль обязательно подписывайтесь если вы вдруг не подписаны лайк комментарии твизиско все ребят как обычно до скорых встреч и пока субтитры сделал DimaTorzok